Я владелец машины. Вы трезвый? Был. Когда? Два часа назад. Участника популярного телепроекта Дмитрия Пархоменко мгновенно узнали в соцсетях. Да и сам Дмитрий не скрывался. Дмитрий Пархоменко, дом 2. Половину остановки и половину машины искорежило сегодня в ДТП в Щербиновском районе. В салоне находились вот эти мужчины. Кто из них был за рулем, разберутся в полиции. На камеру участники аварии общались с удовольствием и, кажется, сочиняли на ходу истории про неизвестного человека, который сел за руль и зачем-то въехал в остановку. Я ехал трезвый. Я остановился, его подобрал. Говорю, слышишь, я не хочу дальше ехать, я хочу поспать. Я сел, лег на заднее тресночко и все. Я лег спать. Просыпаюсь. Опа. Остановка Новощербиновская. Был ли в автомобиле некто? Третий следствие выяснит. Оба мужчины – жители станицы Новощербиновской. Один из них, кстати, водителем работает. Автомобиль, который влетел в остановку, говорят, купил около недели назад. В нем сработали подушки безопасности. В ДТП чудом никто не пострадал. Мой пальчик пострадал, с колечка убивай. Вот этот вот. Глава Новощербиновской Андрей Мищенко говорит, все могло закончиться гораздо хуже. На этой остановке по утрам собирается много жителей, которые едут в райцентр на учебу или на работу. Господь Бог отвел от большой беды. В это время здесь, как раз когда это произошло, не было людей. Чуть раньше, чуть позже, неизвестно, чем бы это могло закончиться. В полиции проводят проверку. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Пьяному водителю грозит наказание 30 тысяч штраф и лишение права управления до двух лет. Если передал право управления нетрезвому водителю, такое же наказание. За повторное вождение в пьяном виде предусмотрена конфискация транспортного средства в пользу государства. Коммунальщики Новощербиновской уже сегодня убрали конструкции, которые могут обрушиться от ветра, а полный демонтаж поврежденного павильона начнут завтра. Восстановить все станичным властям на словах пообещали участники ДТП. Главное, чтобы вспомнили. Буквально в декабре вот эта часть остановки тоже была повреждена точно так же. Сюда въехал автомобиль, теперь досталось второй половине. По приблизительным подсчетам на ее восстановление уйдет около 100 тысяч рублей.